Скромность, украшение мудрости, а следя за чужими манерами, нужно исправлять свои. Вот и мы в очередной раз можем убедиться, что неуважение к сопернику всегда несет за собой наказание. Если не от этого же соперника, то от сплетения кармических нитей точно. Привет, санцеликие стройные бизоны! Вы на канале мой от ICK. С вами Федорович, а сегодня мы посмотрим на дерзких и недостойных слезняков, которые проявили неуважение к сопернику и не пожали перчатки перед боем. Бой Гомми против Грейси на Бушидо 3 начался не очень хорошо, ну а закончился еще хуже. Грейси смотрел на Гомми, как чикатило на маленькую девочку. Что он собирался с ним сделать, для нас останется загадкой. Но Гомми был довольно спокоен и протянул перчатку. Но разъяренный бык блоху не видит, и Грейси руки не подал. С первых секунд бразилец, как африканский лев, бросился в ноги японскому самураю. Но тот был готов и встретил его то ли киком, то ли коленом, но главное попал. А потом уже жестко доработал в партере коленями. Как говорится, сильный кричит, бессильный визжит. Прекрасные розы, растущие рядом, царапаются шипами. А красивые девчонки, вышедшие в клетку, дерутся кулаками. В этом поединке между Косемой и Ким произошло нечто похуже. В начале боя Ким спокойно шла к центру, выставив руку для пожатия. Косем сделала так же. Вот только поступила, как подлая лиса, подстерегающая медведя. Еще не успев дотронуться до руки противницы, она сразу всадила сайдкик ногой в живот. А так как это было очень неожиданно и подло, Ким наверняка почувствовала этот удар. Но она подумала, окей, если ты так, тогда и мы так. И разбомбила вертихвостку по полной, нокаутировав уже во втором раунде. Непресть между Гарбрантом и Делашоу длится давно. И многим известно, несмотря на то, что оба эти бойца топовые и считаются одними из лучших. Слепому очки и фонарь ни к чему, подумал Гарбрант в первом бою с Делашоу и отказался пожать руки, просто убежав в свой угол. А это как плевок в нежную душу бойца. Но в середине второго раунда правая кувалда Делашоу нашла наковальню Гарбранта. И Карма в очередной раз доступно рассказала, что соперника нужно сначала уважать, а потом обижать. А это, наверное, один из самых запоминающихся боев среди женщин между Великой, в прошлом, Рондой Роузи и Холли Холм. Ронда вела себя как слепая змея, которая ничего не боится. Наверное, не совсем понимая, с кем ей придется драться. А пик ее неуважения к прекрасной блондинке проявился, когда она отказалась пожать перчатки, а просто убежала к сетке. Но слишком много так же плохо, как и слишком мало. Вот Ронда чересчур вошла в роль бешеной каракатицы и в бою мало соображала, а тупо лезла на удары Холли, что и привело к нокауту во втором раунде, которому, кстати, многие были очень рады. Когда два дуба сажают рядом, вырастет тот, кого не сгрызет бобер. В первом же раунде Сильва вытянул руку, чтобы пожать ее Талеру, как часто делают бойцы в знак уважения после каких-то обменов ударами или удачных технических действий. Но когда Талер протянул свою в ответ, этот подлый червяк сразу пробил левый хук на скачке, в надежде нокаутировать доверчивого бойца. Но справедливость вселенной в очередной раз показала, что за подлость нужно платить здоровьем. Конор Макгрегор Конор Макгрегор, наверное, самый скандальный боец ММА, которому многие относятся по-разному. Но который сам относится к остальным бойцам, как к грязи на своих туфлях из кожи улиток. Но в бою с Сивером уже унизили его. Перед боем Сивер не захотел жать перчатки. Возможно, из-за всей той грязи, которую на него вылил Конор. Но это все равно не может быть оправданием за неуважение. Хотя и Макгрегор не остался в долгу, а сразу показал Сиверу, что об этом думает жестом. А потом и ударами. Сокол против воробьев, а против кошки мышь. Это можно сказать про бой Файва против Торна. В начале боя Файв вытянул руку как бы для приветствия, но сразу сблизился и начал просто засыпать Торна ударами. И тот почти сломался. Но слово «почти» для бойца – это целая пропасть, за которой стоят моря пота, крови и спаррингов. Торн чудом поднялся и начал отвечать в такой же манере, пока четко не попал в бороду. 25 секунд безумия закончились наказанием дерзости и подлости. Состариться нетрудно, а ума набраться нелегко. Хочется эту мудрость повесить во всех залах, а этому лохматому чуваку написать на лбу. Думая, что он хитрый лис, боец решил обмануть вся и всех очень подлым способом. Показывая приветствие рукой, он сразу решил пройти в ноги. Да вот только встретился с коленом. А мы с вами увидели самую быструю карму. Бой Кулпеппера против Розенблюма на Камбат Найт 3 удивил и порадовал одновременно. Удивило то, что Кулпеппер выставил, как это делают обычно в начале боя, перчатку для приветствия. Но хитрый жук Розенблюм сразу бросился в атаку, пока одна рука противника была впереди. А порадовало то, что этой же рукой Кулпеппер мгновенно нокаутировал недостойного бойца четким ударом в челюсть. Все-таки не зря говорится, спешащий рак в свою раковину не попадает. Андерсон Сильва всегда отличался особым уважением к своим соперникам. Он не только жал перчатки, но и кланялся после этого. Но по каким-то причинам в бою с Вайдманом он не подал тому рук и не пожал перчатки, что было очень удивительно. И это привело к тому, что мы получили одно из самых громких и печальных поражений в истории UFC, когда во втором раунде Вайдман серией ударов таки достал Сильву, который заигрался и с опущенными руками уходил от удара. Карма это была за единственное в жизни неуважение или судьба? Решайте сами. Пишите в комментах, как бы вы разделались с такими бойцами после боя? Закидали пельменями или разбили допитую бутылку пива на голове? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.